Здравствуйте! Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий, русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. В рамках победобесия Москва очень любит вспоминать преступления Третьего рейха, в частности концлагеря, в которых нацисты уничтожали людей. При этом Кремль, конечно же, умалчивает, что гитлеровцы были всего лишь внимательными учениками большевиков. Первый концлагерь по приказу Гиммлера был сооружен в Дахау в 1933, тогда как в России лагеря смерти начали появляться фактически сразу же после большевистского переворота. Они назывались исправительно-трудовыми учреждениями. 25 апреля 1930-го их объединяют под вывеской Управление исправительно-трудовых лагерей, которое позже станет главным управлением. Так в СССР появится один из самых страшных в мире концлагерей – ГУЛАГ. За время существования через него пройдут до 20 миллионов человек. Несколько миллионов погибнет. Кого отправляли в ГУЛАГ? Как Москва превратила узников в рабов, а также историю украинцев, которым удалось выжить? Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Архипелаг ГУЛАГ. Как советская система создавала трудовые лагеря. Мороз сильный тогда был до 50 градусов. И делала из невинных людей бесправных зэков. Здесь власть не советская, а здесь власть соловецкая. Кто из украинцев попал под каток репрессий? Она была невероятной красоты. Как их руками отстроили Москву и Беломорканал? Смертность была огромная. И почему за сотни поломанных судеб и десятилетия рабского труда заключенных так никто и не ответил? В его руках книга о страшных временах. Это перевод моей книги на голландский язык, изданная в Нидерландах. Она называется «Курхут». В основе романа трагическая украинская история Федота Шевченко. В современном мире его бы назвали фермером. Но тогда российские большевики навесили на украинца ярлык кулака и пришли раскулачивать. А после отправили туда, откуда обычно не возвращаются. Долго очень везли в вагоне. Собственно, это был вагон для скота. И там очень было много погибших. Это были нечеловеческие условия. Их вывезли в район Соловков. Золотые купола и надежные фортификационные сооружения. Сделать монастырь в Карелии местом ссылки неугодных – решение еще большевиков. Первые зэги здесь появятся в 1923 году. Начиналось с климата, с того, что человек практически попадал в такие условия, где это было особое искусство выживать. И первыми сюда прибыли именно украинские заключенные. Все те, кто боролся за Украинскую народную республику, атаманы петлюровских восстанческих отрядов. Представители украинской интеллигенции, симпатии которых были на стороне ОНРУ. Религиозные деятели, они стали обитателями вот этого Соловецкого монастыря. Следующая волна украинской интеллигенции попадет сюда в 30-м. Все по тому же национальному вопросу. Зачистка украинской интеллигенции шла широким фронтом, начиная с 1930 года, от процесса СВУ. После полностью сфабрикованного дела СВУ, то есть Союза освобождения Украины, организации, выдуманной советами, в лагеря отправятся 192 человека – академики, писатели и профессора. О том, в каких условиях им пришлось там жить, остались лишь скудные свидетельства на старых аудиопленках. Мороз сильный тогда был, даже было 40-42, даже до 50 градусов мороз был. В тех же страшных условиях были и женщины, которых могли, например, отправить зимой валить лес. Невыносимая была норма. 5,5 метров на человека лес свалит. Человек идет, упал. Упал, в ощупь идет. Подобрали его. И уже в барак ее не везут. Он еще живой. А штабеля такие, как вот дрова, как будто бревна лежат. Слушай, мерзлота такая же невозможная сейчас ям копать. Это зависит. Именно свалки леса, как самой простой работой, и началась эксплуатация арабского труда заключенных. И разрослась в другие отрасли с трагично рекордным ростом и самого ГУЛАГа. В 1929 году в этой системе было около 80 тысяч людей. Через 5 лет это было 700 тысяч. На 1 января 1939 года это был почти 1 миллион 300 тысяч людей. Потом началась война, и тем не менее в этих лагерях оказалось уже 2 миллиона 300 людей. На тот момент ГУЛАГ это уже экономика в экономике. Он охватывает сельское хозяйство, гражданское и морское строительство, гидротехническое производство. География лагерей это практически весь Советский Союз. Если посмотреть на карту проекта ГУЛАГ онлайн, то можно увидеть, что места, связанные с лагерями и работами, на которых трудились заключенные, занимают чуть ли не одну шестую суши. И это только часть исследований, которые в данный момент проводить в России просто невозможно. Этими силами Сталин начнет стройку одного из самых масштабных проектов ГУЛАГа – Беломорканала. Его построят рекордно быстро, за год и 9 месяцев, в то время как Суэцкий, который был даже короче за 10 лет. И если там один километр прокладывался за месяц, то на Беломорканале на это уходило всего 2,5 дня. Были очень большие жертвы, потому что коммунисты отказались от использования техники. То есть этот грандиозный проект был построен голыми руками узников, и они работали только киркой и лопатой. Этот объект назовут стройкой на костях, ведь во время его возведения погибло до 200 тысяч человек. То есть каждый шестой строитель. Украинцев на строительстве до 70 тысяч человек. Смертность была огромная. Каждый день были замерзшие люди, которые застыли в определенных позах, которых никто не собирал. Большинство из них бросали в бетон, и они замурованы в этом Беломорканале. Он построен на трупах, и они есть в этих зданиях. Там и возник термин «зэк». Полностью он расшифровался как заключенный канала-армеец. На строительстве Беломорканала были и представители украинской творческой интеллигенции, как, например, историк и культуролог Федор Эрнст, создатель театра «Березиль» Лесь Курбас. Казалось бы, советская власть заинтересована в пополнении лагерей. Но в 1937-м, как и везде в СССР, сюда тоже доберется сталинский террор. И даже тюрьмы решат почистить. Это была разгрузка тюрем. Вот эта разгрузка тюрем началась в августе 1937 года. Начались массовые операции, то есть узников расстреливали. Так, с 27 октября по 4 ноября в урочище Сандармоха расстреляют 1111 украинских заключенных-соловков, ученых, писателей и театральных деятелей, среди которых тот же Курбас и его коллега-драматург Микола Кулиш. Его жена в это время также в лагерях. Его жена была в лагерях только за то, что была женой врага народа. А вот актрису Марию Капнист возьмут в 1941-м якобы за шпионские связи. Хотя скорее виной дворянское происхождение. В это время вся машина ГУЛАГа уже вовсю работает на военпром, ведь на дворе Вторая мировая. В целом она проведет в лагерях 15 лет и вернется совсем другим человеком. Она была невероятной красоты. Когда она себя увидела, не поняла, кто это, потому что она увидела в отражении бабушку. Она считала себя женщиной и увидела бабушку. Лагеря они ломали. Всё дело в том, что Капнист работала в том числе и на угледобыче в шахте, одном из самых вредных производств. Там даже просто остаться в живых уже была большой удачей. Однако зэки трудились и в городах. И мало кто знает, что самый большой лагерь был даже не на Колыме, а в Москве и Подмосковье. Университет Ломоносова. Его построили узники. Просто об этом не говорили, не рекламировали. Но это был 1950-1953 год. Они построили вот эти вот высотки знаменитые. Они же строили здание ВДНХ и демонтировали дворец Советов, который был просто у стен Кремля. Уничтожили же ГУЛАГ при Брежневе. Хотя его своеобразная субкультура глубоко и надолго ушла в народ. А в наше время проросла российским тюремным шансоном и татуировками куполов, подобно тем, что были ещё на Соловках. Очевидно, что это связано. Это российская субкультура. Всё время вот эта лагерно-уголовная тема, она в российских средствах массовой информации, она была всегда и она есть. За всё время существования через ГУЛАГ прошло 6,5 миллионов человек. А традиция использования труда заключённых в наследство передалась и правоприемница. Только теперь уже российским зэкам предлагают взять в руки автомат, а не лопату, и полечь не на стройке века, а в Украине. Катерина Павловская. Исторические факты. Вечный царь. 7 мая 2018 года в Москве состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин в четвёртый раз стал хозяином Кремля. У оппонентов ВВП не было шансов, да и назвать их оппонентами язык не поворачивается. Кремль зачистил политическое поле, убрав любую потенциальную угрозу. А вместо достойных конкурентов на арену выпустили фриков, которые шумели, кривлялись, делали вид. На их фоне, как и задумывала кремлёвская пропаганда, Путин смотрелся безальтернативным вариантом. По Конституции четвёртый срок должен был стать последним для подполковника КГБ. Но уже тогда было понятно, что диктатор что-нибудь да придумает. Что за сценарий сохранения ВВП во власти обговаривали пять лет назад? Как Путина в четвёртый раз вели к президентству? И какие прогнозы, сделанные российской оппозицией в разгар избирательной кампании 2018, сбылись? Вот вам факты, которые уже стали историей. Дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Первое появление Владимира Путина в роли президента. Через три месяца состоятся выборы президента России. Получив власть из рук предшественника, он их выигрывает и через три года объявит о желании баллотироваться снова. Да, буду баллотироваться. Далее последует временная передача руля, поскольку Конституция запрещала быть президентом России более двух сроков подряд. Предлагаю съезду партии «Единая Россия» выдвинут Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом к президенту страны. Медведев выполнит свое предназначение. Он не только сохранит трон для своего хозяина, но и изменит Конституцию, увеличив президентские, а фактически путинские, полномочия с четырех до шести лет. Правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Уже тогда почти никто не сомневался в том, что Путин пойдет и на четвертый круг. Если я такое решение приму, то вы и люди близкие к вам по духу поддержите это решение. Впрочем, окончательный ответ он, как и 17 лет назад, дал всего за три месяца до очередных президентских выборов в Российской Федерации 2018 года. Почему Путин так долго держал интригу? Если по данным всех, без исключения социологических исследований, ничто и никто не могло помешать ему снова с легкостью занять кремлевский престол. Предвыборную кампанию, на самом деле, он давно начал. Все вот эти фотографии, там, ловли щуки, да, с обнаженным торсом и так далее. Все это понятно, что в рамках определенной пиар-компании, конечно, к выборам 2018 года. Скорее всего, он просто ждал самого выгодного момента. Таким стал скандал с запретом участия в Олимпийских играх в сборной России из-за допинга. Все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Правда, с еще большей критикой МОК выступил и оппонент ВВП на выборах Жириновский. Однако его, как и другого вечного кандидата Зюганова, в России уже мало кто воспринимал всерьез. Когда выглядит все, что там на выборах есть один настоящий претендент, несколько там старцев, которые уже ничего не могут, да, и несколько сумасшедших, да, ну, то есть понятно, что политическая система не работает, да, и что это не выборы, а это какая-то совершенно другая процедура. Особенно, если в списке участников этой процедуры были преимущественно скандальные или даже неадекватные персонажи. Путину выгодно то, чтобы его оппонентами становились идиоты, люди, которые совершенно ничего не соображают, либо люди, которые совершенно очевидно никуда не пройдут. Единственным, кого называли хоть какой-то альтернативой Путину, был оппозиционер Алексей Навальный. Однако из-за судимости, которую ему быстренько пришили, политика даже не зарегистрировал Центр избирком. Это не наша компетенция обсуждать, с чем был связан приговор, справедлив ли он, несправедлив ли он. Если сам осужденный не согласен, он вправе его обжаловать во все высшестоящие инстанции. А появление Ксюши Собчак в качестве оппонента Путина вообще сыграло на руку хозяину Кремля. Они считают, что главный электоральный резерв, то есть главный людей, которых надо привезти, это молодежь. Ну а на кого привезти молодежь? Администрация президента России сейчас решает задачу не подъема голосов за Путина, а снижения. У них задача подъема явки, но задача опускания результата Путина. Такой финт ушами был нужен, чтобы хоть как-то сберечь лицо перед Западом и порадовать самого Путина. Вот если бы выборы прошли сегодня, Путин бы получил 90% голосов при где-то 35-40% явке. А их задача, чтобы Путин получил 70% голосов при 70% явке. Тогда получится, что большинство населения его поддержало. В то же самое время его результат будет как бы приличным, да, то есть как бы таким европейским, а не какая-то там азиатская деспотия. Впрочем, уже тогда оппозиционеры сделали правильный прогноз. Выборы 2018 на самом деле были предпоследним шагом на пути к настоящей азиатской деспотии. Все мысли этого человека о том, чтобы стать фактически монархом в России и остаться этим монархом России как можно дольше до своей смерти, а потом передать власть, и я в этом убежден, желательно еще каким-то своим родственникам. После выборов 2018-го, согласно Конституции России, ВВП больше не мог находиться у руля. Но еще пять лет назад Ольга Курносова предсказала то, что произойдет далее. Конституция. До этого у нас был вообще второй, последний. Поэтому, что такое Конституция? Вон Крым присоединили в нарушении Российской Конституции. Поэтому, ну что такое Конституция? Если надо, так и, так сказать, что-нибудь поменяют. У них всегда есть конституционное большинство. Хотя некоторые эксперты не исключали, что во время последней законной каденции Путина Кремль запустит операцию «Приемник», как с Медведевым. Может быть реализован любой из проектов, но эти решения будут приниматься где-то ближе к 2023-2024 годам. Система власти в России меняется, как правило, путем номенклатурных договоренностей или недоговоренностей. Других путей смены системы власти в России не существует. У многих соратников Путина есть свои предложения относительно того, как будет развиваться система власти. Тогда среди соратников, которых Путин мог бы видеть наследника, чаще всего звучали фамилии уже проверенного премьера Медведева, губернатора Тульской области Дзюмина, вывозившего в Россию Януковича, руководившего операцией по захвату Крыма, министра иностранных дел и обороны, а также Вячеслава Володина, спикера Госдумы РФ. Володин в первую очередь надо понимать, что это один из самых недооцененных политиков нынешних, потому что это человек, который сейчас полностью контролирует внутреннюю российскую политику. То есть Путин, он совершенно не занимается тем, что происходит внутри России. Он император, он царь, он вот там в Сирии воюет, он там ездит на всякие с Трампом, там руки жмет и так далее. А Володин сейчас фактически стал президентом России, да, то есть внутри. Но, как оказалось, Володин уже тогда лоббировал сценарий пожизненного пребывания Путина у власти путем очередных изменений в Конституции, согласно которым по завершению путинского правления основные рычаги руководства страной переходят от президента в некий госсовет. Как они всегда любят, идя навстречу пожеланиям трудящихся, да, то есть говорят, нужно уменьшить полномочия президента. Ну, они возьмут и уменьшат. Только это будет не с президентом Путиным, а со следующим президентом. А Путин станет, например, председателем госсовета. В 2018-м российская оппозиция возлагала слабую надежду на дворцовый переворот, который мог произойти из-за недовольства путинских элит санкциями. Реально он находится у власти дольше, чем находился Брежнев. Я уверена, что Путин может уйти только в результате действительно серьезной войны элит. И, соответственно, то, что сейчас происходит с санкциями, арест Сулеймана Керимова, вот это вот все, это очень хорошая история. И это надо просто продолжать, потому что санкции, они тоже вносят свой вклад в раскол элит. Дворцового переворота не случилось. За пять лет Путин уничтожил российскую оппозицию как класс, заткнул рты всем критикам, переписал Конституцию, чтобы оставаться царем пожизненно. Вот только цементируя власть, хозяин Кремля допустил одну огромную ошибку, которая в итоге будет стоить ему трона. Он начал полномасштабную войну с Украиной. Армия мародеров. На оккупированных территориях российские военные ведут себя как обыкновенные бандиты, воруя все, что под руку подвернется. И речь ведь не только о унитазах или чайниках. Тырят сторонники русского мира куда более ценные вещи, многими из которых цены нет. После освобождения Херсона весь мир увидел местный краеведческий музей, где до российского вторжения было порядка 170 тысяч уникальных экспонатов, а после бегства оккупантов их осталось несколько десятков. К сожалению, такая судьба постигла все музеи или картинные галереи на оккупированных территориях. И этим российская армия, кстати, похожа на нацистов. Они также занимались грабежами, вывозя ценности с территории Украины. Золото, картины, древние артефакты. Под финал Второй мировой, когда было понятно, что дни Третьего рейха сочтены, стартовала операция эвакуация. Награбленное свозили в порты и загружали на подводные лодки. Куда они направлялись потом? И что за груз может быть на потопленных нацистских субмаринах, обнаруженных несколько лет назад у берегов Турции? Вот вам исторические факты от Александра Мельникова. Сенсационная находка в Черном море. Утерянный флот Гитлера. Кто и почему потопил тайную немецкую подводную эскадру возле Турции? Там очень много было нацистов, они бежали. Куда нацисты вывезли украинское золото? Украинское золото пропало весной 45-го года. И как американец нашел потопленный нацистами корабль, на борту которого находится самое большое сокровище за всю историю морских поисков? Это уникальные кадры, облетевшие весь мир. В 2019-м батискаф на глубине 50 метров нашел субмарину Ю-23 из так называемого потерянного флота Гитлера. Так прозвали 30-ю флотилию из трех подлодок, исчезнувших в 1944 году. Их обнаружил морской инженер и дайвер Сельчук Калай у берегов Турции. Субмарины обнаружили благодаря карте, на которой командир одной из них обозначил место выхода экипажа на берег. С этими данными и современным оборудованием мы обнаружили утраченный флот Гитлера. Немецкие субмарины доставляли в Черное море по суше, разобрав на части. Спецоперация была совершенно секретной. Затопили субмарины на исходе войны, по официальной версии, из-за приближения советских войск к руменскому порту Констанца, где они в то время базировались. Но есть и неофициальная версия. Возможно, именно ценности на борту заставили немцев избавиться от лодок. И на субмаринах был не только драгоценный металл. Редкие произведения искусства – картины известных художников. Для немцев они были не менее ценными, чем золото. Их тщательно описывали и вывозили с оккупированных территорий, в том числе и из Украины. Отправляли ценный груз в основном в Берлин. Но часть ценностей после войны оказалась даже в Южной Америке. Как картины из хранилищ Третьего Рейха оказались на другом конце света. К концу войны нацисты активно использовали подлодки для транспортировки высокопоставленных чиновников и ценных грузов. Подальше от Европы, где за нацистской верхушкой устроили охоту. В 1944 году Гитлер отдал серию секретных приказов об эвакуации ценностей Рейха в другие страны. В страны-союзники. В основном это была Южная Америка. Аргентина, Чили, Парагвай. А вывозить было что. О золотых запасах Третьего Рейха ходили легенды. И небезосновательные. Ценностей и заграбленных нацистами стран было достаточно, чтобы купить себе свободу, безопасность и даже целое государство. С помощью этих денег и ценностей пытались создать новый Рейх. Доставить к берегам Южной Америки сокровища Рейха можно было только морем. И субмарины идеально для этого подходили. В отдыхе около Латинской Америки действительно есть немецкие субмарины, убежден известный телеведущий Константин Стагни. Видел их сам во время собственного расследования. В Чили, в бухте Концепцион, находятся затонувшие германские лодки, где мы погружались. Также в Аргентине. Это уже исторический факт, что спустя три года после завершения мировой войны там были арестованы и ФБРовцы вывезли экипажи трех субмарин, принадлежавших конвою фюрера. Там и ныне целые немецкие поселения, латиноамериканские страны легко могли предложить нацистам убежище в обмен на солидное вознаграждение. Бежало руководство высшего эшелона Третьего Рейха. Другое дело, кто им помогал? Может быть, какие-то мировые империи помогали бежать в обмен на секреты? В побережье Дании. В 2018-м сотрудники тамошнего военно-морского музея на глубине 123 метра обнаружили немецкую подлодку. Ее затопил британский бомбардировщик. Это одна из самых современных субмарин того времени. В прессе сразу заподозрили, что это могла быть лодка, на которой попытался бежать Адольф Гитлер вместе с золотом Третьего Рейха. Вот что ответил на наш запрос директор Датского военно-морского музея Герт Норман Андерсон. Найденная подлодка использовалась в качестве учебной лодки. Но 5 мая, еще до завершения войны, кто-то из немцев решил на ней убежать. Почему бежали и куда держали курс, никто не знает. Бегство самого фюрера на такой субмарине маловероятно. А вот чины помельче вполне могли. И мы нашли потенциального кандидата. Бывший рейхкомиссар Украины Эрих Кох. Возможно, та подводная лодка, которая затоплена в районе Дании, может быть, она за Кохом и плыла. Но его предполагалось спасти, в том числе на подводной лодке. А вывозить нацисту было что. Гауляйтер активно занимался изъятием ценностей с оккупированных территорий, в частности из Украины. Интересно, что дата исчезновения вывезенного из Украины золота практически совпадает со временем, когда была потоплена подлодка у берегов Дании. Фактически Гитлер и его окружение готовили базу для нового рывка. Туда было переправлено очень много ценностей, в том числе и того, что было украдено на территории Украины. Но действительно ли в затонувшей субмарине есть ценности, мы, похоже, так и не узнаем. Поднимать ее не собираются, ссылаясь на солидную глубину. Тайной остается и судьба трех вагонов золота, вывезенного из Украины. Но не только у нацистской Германии море отобрало поразительные ценности. 2012 год. Атлантический океан. Американский кладоискатель Грег Брукс с командой находит британское судно «Порт Николсон». Корабль якобы перевозил груз в платины стоимостью 3 миллиарда долларов. Находку тогда окрестили величайшим сокровищем за всю историю подводных поисков. Этой платиной Советский Союз должен был расплатиться с Америкой за поставку продовольствия и оружия во время Второй мировой. Но в 42-м году судно атакует немецкая субмарина и топит его. 71 тонна платины предназначалась для властей США рассчитаться за поставки оружия, сырья, продовольствия по программе «Ленд-Лиза». Есть ли платины на борту – до сих пор загадка. А вот английские кладоискатели нашли и подняли со дна морского берега в Ирландии 48 тонн серебра стоимостью 38 миллионов долларов. Клад перевозил британский транспортник, который утопила нацистская субмарина. Но все это песчинки. Море редко раскрывает свои тайны и еще реже делится своими сокровищами, которые покоятся на дне. Александр Мельников. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова